Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видеодайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Анатолий Юницкий записал видеообращение, в котором рассказал, чего стоит ждать посетителям Экофеста в 2019 году. Городской транспорт Skyway представили на международной конференции городской транспорт 2019 в португальском городе Авейру. С 2017 года граждане 80 стран мира могут находиться на территории Республики Беларусь в течение 30 дней без оформления визы. Коротко рассказываем об условиях безвизового режима. Новые производственные площади Skyway готовятся к вводу в эксплуатацию. Их создание – часть плана по организации мелкосерийного производства подвижного состава Skyway и его комплектующих. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Анатолий Юницкий записал видеообращение, в котором пригласил инвесторов приехать на Экофест 2019 и рассказал о том, что ждет гостей самого яркого события этого лета. В этом году фестиваль струнных технологий пройдет уже в четвертый раз. Местом проведения фестиваля традиционно будет Эко-технопарк Skyway. Как и каждый год, Экофе 2019 соберет тысячи гостей из десятков стран мира. В этом году у каждого участника мероприятия будет возможность прокатиться на струнном транспорте и в деталях увидеть, как именно работает технология Skyway. Кроме того, организаторы планируют приоткрыть завесу тайны над проектами, которые сегодня покоряют Ближний Восток и развиваются в Шарджи, Дубае и в других городах и странах региона. Посмотреть полную версию обращения Анатолия Юницкого вы можете на нашем сайте в разделе новости. На прошедшей неделе городской транспорт Skyway представили на международной конференции «Городской транспорт-2019» в португальском городе Аверу. Организатором конференции выступил Британский технологический институт Весекса. На конференции обсуждались проблемы развития и оптимизации городских транспортных сетей в современных городах Европы, Азии и Африки, а также вопросы защиты окружающей среды, связанные с транспортной отраслью. В конференции приняли участие коммерческие и научные организации со всего мира, которые занимаются исследованиями в сфере городского транспорта и логистики. Доглад о струнном транспорте прочитала аналитика отдела адресных проектов ЗАО «Струнные технологии» Мария Дунаева. В докладе под названием «Инновационная технология Skyway для развития умных городов» Мария рассказала об особенностях и преимуществах технологии Skyway. Кроме доклада ЗАО «Струнные технологии» представили на конференции свой стенд, посвященный транспортной системе Skyway. Согласно указу номер 8 президента Республики Беларусь об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан, с 2017 года граждане 80 стран могут находиться на территории Республики Беларусь в течение 30 дней без оформления визы. Правила безвизового въезда в Беларусь распространяются на 39 европейских стран вместе с Евросоюзом, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. Для въезда в Беларусь без визы необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства на каждый день с суммой в валюте или белорусских рублях эквивалентную двум базовым величинам – 25 долларов США, медицинский страховой полис, действующий в Беларуси на сумму не менее 10 тысяч евро. Более подробные условия безвизового режима описаны на нашем сайте в разделе «Новости». Подходит к завершению отделочной работы и прокладка инженерных коммуникаций на территории нового производственного здания, строительство которого началось в 2018 году. Приемка зданий в эксплуатацию намечена на август текущего года. Площадка позволит в краткие сроки адаптировать производственные процессы под текущие нужды компании-разработчика Skyway. Создание новых производственных площадей – часть плана по организации мелкосерийного производства подвижного состава Skyway, его комплектующих для обеспечения проектов в Ближневосточном регионе, в первую очередь в Объединенных Арабских Эмиратах. Это позволит проектной организации Skyway своевременно и в полном объеме выполнять текущие обязательства перед иностранными партнерами по реализации адресных проектов. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь, с вами была Дарья, до встречи на следующей неделе!